Высказывайте свое мнение. На волне 14.30 а.м. Будь в центре событий. Ну что ж, дорогие мои друзья, дорогие наши радиослушатели. Пришло время нам немножко поговорить о вещах неполиткорректных. В нашем шоу «Неполиткорректное ток-шоу», шоу, которое создал Сергей Зацепин, за что ему огромное спасибо. Это как раз именно то шоу, которое действительно заставляет нас всех и думать, и задуматься, и подумать, и вообще чем-то интересоваться, и, ну, может быть, даже разобраться где-то в чем-то. Так что, Сергею, огромное спасибо. Но ведущий этого шоу я, Анатолий Червец. Участники все вы, которые позвоните по номеру телефона на 847-400-5200. Звоните, будем общаться. Видеть нас вы можете на нашем веб-сайт radio-nvc.com На нашей страничке в YouTube radio-nvc И, как Сергей нам обычно напоминает и просит, зайдя на наш канал YouTube, если вы еще ранее этого не сделали, найдите кнопочку subscribe или за регистрация. Нажмите эту кнопочку, вы станете, ну, вы говорите так, полноправным участником нашего канала YouTube. А также вы нас можете видеть на нашей страничке Facebook radio-nvc. Ну, перед тем, как мы начнем наше шоу, конечно же, я бы от всей души, от всего сердца. Хотел поздравить всех и каждого. В первую очередь ветеранов Великой Отечественной войны. Ну, и, конечно, всех тех, которые являются детьми, внуками, правнуками, родственниками ветеранов Великой Отечественной войны. Я очень не люблю политизировать эту дату, если честно. Я с детства помню этот праздник, День Победы. Я с детства помню то, как ветераны очень красиво одевались, одевали костюмы, кителя, одевали награды. Я никогда... То есть, я никогда не мог понять, как можно было заслужить такое огромное количество медалей, орденов и так далее. Это было что-то с чем-то. Я прекрасно понимаю, что просто так никто эти ордена и медали не выдавал. И для меня, если честно, я понимаю ценность, допустим, ордена Отечественной войны первой, второй, третьей степени. Я понимаю ценность ордена солдатской славы. Конечно же, понимаю ценность звезды героя или красной звезды. Но, вы знаете, для меня вот любые награды, которые были заслужены нашими родителями, дедушками, бабушками и так далее, они для меня, в принципе, все были равноценны потому, потому что они все участвовали в этой ужасной, в этой страшной войне. И какой бы поступок они не совершили для того, чтобы заслужить ту или иную награду, это был поступок в первую очередь. Это был поступок, который, скажу вам честно, живя в мирное время, ну, вряд ли кто-либо из нас сможет оценить. Только люди, участвующие в каких-то военных действиях, в каких-то настоящих войнах, я имею в виду вооруженных конфликтах и так далее, могут понять ценность всех этих наград. И для меня люди, которые заслужили такие награды, это всегда мое уважение и почтение к этим людям. Поэтому я не люблю политизировать и называть этот праздник таким днем или таким днем, является ли он праздником и так далее. Каждый должен для себя решить, чем является день 9 мая для этого человека. Каждый. Кто-то скажет, что это день скорби, пожалуйста. Кто-то скажет, что это день, это праздник со слезами на глазах, пожалуйста. Если кто-то просто считает, что это праздник, пожалуйста. Вот не могу, просто не могу и никогда не пойму людей, которые политизируют вот такую вещь. Поэтому всех вас поздравляю с Днем Победы и всегда желал, желаю и буду желать здоровья в первую очередь всем участникам военных действий, их родственникам, вам всем, дорогие друзья, здоровья, мирного неба над головой, никто из нас не хочет войны, чтобы ваши дети, ваши сыновья не знали, что такое война, что такое призыв, чтобы ваши дочери никогда не знали, что такое ждать своего любимого и гадать, придет он, вернется домой, не вернется. Всегда мирного неба, всегда здоровья и просто помните, что ничего хорошего в военных действиях и вооруженных конфликтах нет. Поэтому с Днем Победы, дорогие друзья, ну и давайте начнем наше неполиткорректное шоу. Тема сегодняшнего шоу мне подсказала статья у нас здесь в штате Леной, где какой-то умник решил подать предложение в палату представителей о том, что в школах штата Иллиной нужно внести такой предмет, как история ЛГБТ. Для тех, кто не знает, что такое ЛГБТ, это лесбиянки, гей, байсексуал и транссексуал. Даже, вы знаете, честно, я себя вот клянусь, я пытаюсь себе представить вот этот урок, где будут изучать историю ЛГБТ. Я уже не говорю про то, что вообще, что из себя представляет история ЛГБТ, то есть, как они будут говорить, о чем они будут пытаться учить наших детей, что это хорошо, это не история, это просто мнение, что это плохо, это тоже не история, это тоже мнение. Вот мне просто честно, я не представляю, может у нас есть вот звонок, давайте послушаем, может кто-то представляет. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня, конечно, извините, я вас с огромным удовольствием слышу, но может быть, не стоит обсуждать всяких дебилов, которые делают дебильные предложения, может быть, лучше обсудим, что происходит на границе, там же жутко, что ли. там жутко, и я обещаю вам, что мы обязательно и это. А вот правил ГБТ, ну, пожалуйста, не надо. Нет, вы поймите, почему я это даже поднял, эту тему. Потому что это уже льется из всех, из любого телевизора, из любого радио, у нас уже мэр города, ну, сколько можно смотреть на этот ужас? Это ужас, ужас. Да, это ужас, но тем менее, если вы мне позволите, я вам скажу, почему я все-таки поднял эту тему, именно потому, что у нас у всех есть дети или внуки. И если мы, это еще раз просто мой призыв к родителям, к бабушкам, к дедушкам, к тетям, к дядям, дорогие друзья, вот весь этот ужас, который сегодня предлагают, вернее, которому сегодня предлагают учить наших детей, если мы не будем их вот этим маяком, дома, в семье, то вы оставляете своих детей и внуков просто на растерзание вот этим ужасным, как вы их назвали, дебилам, которые это предлагают. Анатолий, я извиняюсь, что вас предлагаю. Пожалуйста, пожалуйста. Вы понимаете, вы ничего с этим сделать не сможете и объяснить своим детям это не сможете просто по одной простой причине, что если человек родился таким, то он такой и есть. это, вы знаете, я к ним нормально отношусь. Мне совершенно наплевать, как говорила Раневская, кому он подставляет свою задницу. Меня возмущает вопрос вот это, публично. Ребята, сидите тихо, занимайтесь, чем вы хотите в своей спальне, но не лезьте наружу, вот эти, чтобы не было этих демонстраций, вот этих предложений. Понимаете, ну, вы же не рассказываете о том, как вы занимаетесь сексом с твоей женой кому-то другому. Это ваше личное дело в вашей спальне, правильно? Правильно. И вот меня вот это возмущает. Нет, то, что вас возмущает, я понимаю. Я вам просто пытаюсь объяснить реалии жизни. А вы не объясните, вы понимаете, если человек такой, если он решил, что он такой, вы уже не переделаете. Уважаемый, простите меня, я не пытаюсь объяснить кому-то хорошо или плохо быть нетрадиционным направлением. я пытаюсь объяснить. Анатолий, вы считаете, что можно нормального человека сделать гей? Я думаю, нет. Да, вы поймите, я... Все, я извиняюсь, я объясню, почему я вас отключил. Добрый день, вы в эфире, да, говорите, пожалуйста. Анатолий, все-таки действительно, не держитесь за эту тему, не тратьте эфирное время. Лучше поговорить о том, что в Конгрессе происходит. Окей, все, я понял. Борьба с ЛГБТ, это борьба с тем, не, не, дорогие мои друзья, да, поймите, поймите вы меня правильно. Вот я отключаю вас не потому, что я вас не уважаю, а только потому, что вы как-то непонятно вкладываете слова сами мне в мой рот. Я никого не пытаюсь призвать к тому, что ЛГБТ это хорошо. Я никого не пытаюсь учить, что ЛГБТ это плохо. Поймите вы меня. Я никого не пытаюсь переубедить, что не нужно или нужно быть вот этим. Все, что я пытаюсь сделать, что бы я здесь не делал, это имеет только одну подоплеку. это обратить ваше внимание на то, для тех людей, которые, ну может быть, нет времени читать газеты, нет времени слушать радио, смотреть телевизор, обратить ваше внимание на то, к чему призывают политики и как это может, какой эффект это может произвести на ваших детей. Вы понимаете меня? Я никого, я не ратую за, я не ратую против. Единственное, что я делаю, я обращаю ваше внимание на то, что, ребята, вот приходит ваш сын или дочка домой со школы и не все дети рассказывают маме или папе о том, что, чему их сегодня учили или что они сегодня проходили. Очень часто просто, ну, у родителей нет времени сидеть и вдаваться в эти подробности. Просто, чтобы вы знали, к чему призывают и к чему пытаются учить ваших детей и вот к чему я да призываю, так это больше тратьте вашего времени на то, чтобы узнать, чем дышит ваш ребенок и чему все-таки их пытаются учить в школах и если вот тот человек, который позвонил и сказал, ну, ничего мы с этим не сделаем. Да, мы ничего не сделаем, если мы об этом не будем говорить, если мы об этом не будем, то есть, если мы просто будем сидеть и на это смотреть. Вы поймите, каждый из вас, чей ребенок ходит в школу, вы являетесь налогоплательщиками, и вы, да, все равно имеете право слова, вы имеете право прийти и сказать, я не хочу, чтобы мой ребенок обучался этому, я хочу, чтобы его, там, неважно, можно перевести в другой клад, это не будет обязаловка, это, скорее всего, будет elective, но об этом нужно знать, прятать голову в песок и говорить о том, что мы ничего с этим не сделаем, мы сделаем, понимаете, мы сделаем, если этим будут заниматься люди, которым не все равно, а те, которые сказали, ну, ничего, мы ничего не сделаем, поэтому, ну, ладно, ну, так что, так теперь нужно ваших детей отдать на растерзание вот этим вот политиканам, которые предлагают просто из ваших детей превратить в каких-то зомбированных роботов, вот о чем я говорю, я не ратую за или против традиционных или нетрадиционных взглядов на жизнь, я просто говорю вам о том, что, чему они пытаются учить ваших детей и как вы должны очень аккуратно и очень осторожно к этому относиться. в линии горят. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Ну, я так понимаю, что дети американские уже изучили историю Америки досконально, изучили историю мира досконально, изучили историю арт досконально, и я думаю, что просто больше делать нечего в школе. Я вам больше скажу, я надеюсь, что они научились читать алфавит со скоростью немножко быстрее, чем 28 ударов сердца в секунду, понимаете? Потому что они и читать-то не умеют. Я уже не говорю о том, что там... А писать они вообще уже не знают сам. Вот о чем я... Да, вы абсолютно правы. Это очень постыдно. И вообще-то, если посмотреть исторически, как Римская империя, деградация идет в Америке совершенно жуткая деградация. Да. Да. И они даже этого... Знаете, что самое печальное? Они понятия не имеют. Они считают, что Америка, Америка, это пуг земли, это все искусство, все, все, что есть в мире, это только Америка. А Европа, все остальное там как развивалось когда-то, это никому не... Ну, при том, что я здесь живу очень давно и, конечно, я люблю Америку, это моя страна, но сами американцы, ну, как, так сказать, ну, они как вот, как диди у них, а как они, диди, это дефишинцы. Да? Да. Сожжение. такие есть, и только лишь самая высшая кучка, там один процент может быть, которые знают историю, изучают и любят. Да. конечно, это зависит от нас, если бы моего сына учили в школе, этому я узнала, я, я человек очень прямой, я бы, конечно, сказал, спасибо, не надо, давайте ему в другой класс определите на этот час, на два. Абсолютно, абсолютно, спасибо большое. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. 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 Алло, меня слышно, да? Да, да, только немножко громче говорите, пожалуйста. Говорю, да, я просто хочу сказать, просто предупредить родителей, которые очень переусердствуют, потому что некоторые, особенно в хай-скул, у них возникают проблемы, у меня, допустим, у сына, вот уже возникла проблема, он в хай-скул, он высказывает свое мнение по поводу того, что он думает, и это, естественно, входит в контрадикцию с тем, что учителя левые высказывают, и у него начинают проблемы с оценками быть, поэтому, когда мы эту ситуацию пытаемся решить, самое главное, я считаю, чтобы дети, дети в это не вникали, потому что они начинают заниматься более активно высказыванием мнения и страдают из-за этого, поэтому высказывать они могут дома, можем знать об этом и так далее, они могут со своими сверстниками общаться, но когда они начинают с учителями вступать в конфронтации, то возникают проблемы. Абсолютно с вами согласен, абсолютно, я сейчас, одну секундочку, подождите на линии, я хотел бы ответить вот предыдущему звонящему, я абсолютно с вами согласен, и наоборот, я никогда не призывал, кстати, во вторник я немножко высказал свое мнение по этому поводу, я никогда никого не призываю становиться в колонны, поднимать транспаранты и идти, как говорится, с барабанным боем наперекор школе, не надо это делать, но вот то, к чему я вас да призываю, это к тому, чтобы вы работали со своими детьми, и чтобы они, когда вырастут, и станут достигнут возраста голосования, чтобы они знали за кого и почему и за что они голосуют, ради чего они голосуют, понимаете, и вот тогда мы сможем сохранить хоть какую-то более-менее маломальскую, ну, как сказать, сэнити, то есть какой-то нормальный уровень жизни, нормальный какой-то строй, не надо идти с барабанами, не призывайте детей ходить и высказывать свое мнение, эти дети должны слушать вас, вы должны быть вот тем противоядием, которому они подвергаются, или яду, которого они подвергаются в школе, и вот это ваше противоядие должно в них выработать иммунитет к тому, как они думают, что они думают, и как они смотрят на жизнь, вот о чем я имел ввиду сказать, спасибо большое, что подождали, пожалуйста. Здравствуйте, вы знаете, это вопрос вообще очень непростой, и имеет очень много граней, прежде всего, конечно, это специально левое разрушает нашу страну, потому что страна и любая ячейка строится на институте семьи, они специально это разрушают, те, которые думают, что нельзя сделать ребенка как бы гея, можно сделать, я читала очень много литературы, как бы, есть типа бисексуалов, и он никогда может не знать, что он может стать, так сказать, геем, если его не заставят, если его не втянут и так далее, и на этот счет есть много литературы, но самое главное, что, вы знаете, может быть и не надо детей в это дело как бы втягивать, чтобы они выступали там, потому что это действительно сложно противостоять им, они еще молодые и им сложно, но сами родители должны организовываться, ходить на собрания, выступать перед, так сказать, директоратом этой школы, не просто каждый отдельно, а нужно организовываться, если мы превратились уже в быдло или превращаемся в быдло, которое боится сказать слово, то это кончится так же, как в Советском Союзе, понимаете, поэтому обязательно надо, делать надо что-то, ну и конечно надо работать со своими детьми, чтобы они понимали, что это такое и все прочее. Спасибо огромное, Мария. Добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый день, я еще раз, насчет того, чтобы дети ничего не говорили. Вы знаете, ребенок вырастет очень раздвойственным, очень неуверенным в себе, я считаю, что ребенок должен уметь, пусть правильно, но постоять за себя и за свои убеждения, иначе хватит уже, товарищи еврейцы, боялись в Союзе, уже молчали, каковы нации. Я вам, я позволю себе с вами только в одном не согласиться, я буквально вчера, вот, даже не вчера, сори, сегодня утром, я случайно у себя на Фейсбук нашел разговор одного из моих друзей с кучей каких-то, ну, оторванных демократов, причем они на него, я не русские, не русские, американцы, они как-то кучей набросились, их там было человек шесть, и вот мой товарищ один, они кучей на него набросились, они начали ему объяснять, что он не прав, что это Обама, все, значит, благодаря Обаме у нас так все хорошо и шикарно, и так далее. Я на это все посмотрел, вышел на их, знаете, эти биографии, да, посмотрел немножко их посты, и я понял, что разговаривать не с кем, просто не с кем, мы с ним даже в двадцатером с ними не справимся, потому что это абсолютно ну, неадекватные люди, и поэтому я вам скажу, вот в этом я с вами не согласен, потому что наши дети никогда в жизни не смогут... Ребенок в школе и учитель, просто у ребенка еще нет таких знаний, и для того, чтобы противостоять учителю или другому ребенку, у вашего ребенка должны быть знания, сказать, а вот что ты мне на это ответишь? Я не говорю лезть в драку или с кулаками, или с пеной урта, но обстоять свое и сказать, я с тобой согласен, что мы с тобой абсолютно не согласны. Все. ну, вы понимаете, это, да, нам это легче сказать, потому что мы все-таки взрослые люди, мы умеем как-то контролировать ситуацию детям, я вот лично считаю, я свой, у меня одному тридцать один, одному двадцать один почти, я им, когда они были в школе, я им всегда говорил, ребята, вы вот приходите домой, вот вы скажите все, что вы хотите. В школе вы идете не митинговать, вы идете учиться. Вот там вы учитесь, дома вы разговариваете, а если у вас будут какие-то проблемы, знайте, что я никогда вас в обиду не дам. И вот это они знали. Понимаете, а давайте им возможность пойти и как-то себя защитить. Вы представляете вообще эту свору оголтелых демократов, которые дома, все, что они слышат, это этот негодяй и тот негодяй, а этот расист, а этот коммунист, а этот социалист, понимаете, и как они должны с этим бороться, это невозможно. Поэтому работаем с детьми дома, растим детей как положено, а потом дети. Я с вами в этом конечно дома, безусловно. А я всегда своего сына воспитывала. Он, правда, был большой мальчиком с мозгами. Я его учила, чтобы он умел за себя постоять. Но он не драчун, спасибо. Ну, он не драчун. Хрухий. Спасибо большое. Добрый день в эфире. Очень коротко, потому что нужно уйти на рекламу. Добрый день, Анатолия Танна. Да, привет, здравствуйте. Я звонящий женщине. Дело в том, что в школе дети не могут спорить с учителем, потому что есть определенные законы физиологические развития мозга, и ребенок еще не дозрел до того, чтобы спорить со взрослым человеком. Абсолютно. Это противоестественно природе. Поэтому призывать к тому, чтобы ребенок очень сильно спорил со взрослым, он физически не в состоянии этого сделать, и ментально не в состоянии. этого сделать. Анечка, спасибо огромное, я прошу прощения, мне действительно меня сейчас просто вырубят, поэтому спасибо вам огромное, если хотите, перезвоните. И я вижу у нас еще... Я тоже хотела сказать, что я согласна с вами в том вопросе, что пусть дети учатся в школе, возьмут от школы все, что могут, а что они не смогут взять, родители должны дополнить. Вот и все. Спасибо вам огромное, будьте здоровы, Анечка. Спасибо.